Всем привет! В этом году мы обещали вам больше новинок и интересных устройств. И сегодня в нашей студии мы распакуем и сделаем обзор монохромного принтера Epson M1120. И это реальный конкурент лазерных устройств. В коробке идет шнур питания, инструкция, диск с драйверами и сам Epson. USB кабеля в M-серию тоже не положили. Покупать нужно отдельно. Принтер компактный, монохромный, формат А4. Гарантия составляет 12 месяцев или 100 тысяч отпечатков. Где вы такое видели? Нас ожидает что-то особенное. Необычно печатающий кирпичик визуально чем-то напоминает лазерный принтер. Классный дизайн, стильный, что тут скрывать. С этой моделью Epson попал нам в самое сердечко. С первого взгляда так и не скажешь, что это принтер компании Epson. Слишком красивый. Точно Epson? Покажите документы. По фактическим габаритам он больше, чем кажется на самом деле. Поместится на любой рабочий стол и не будет загромождать пространство. Белый цвет устройства подчеркивается черной линией, в которой виден уровень чернил. Он будет всегда на виду. И вы не забудете заправить принтер. Здесь уникальная система подачи чернил. Емкость находится в самой печатающей головке. И при печати чернила катаются вместе с ней. По сути, это что-то наподобие большого картриджа, который можно дозаправлять. Необычная конструкция. Мы с такой встречаемся впервые. Заправочное отверстие с замком. Налить чернила вы сможете только из специальных баночек. Оригиналом нет, предлагает водорастворимые и пигментные чернила для этой модели. Ну что же, он уже заправлен, включен и готов показать себя во всей красе. Давайте проверять характеристики. Управление принтера происходит с помощью кнопок, которые замаскированы на верхней части панели. Необычное покрытие слегка шероховатое. Есть световые индикаторы. Хотя это принтер, способами подключения его не обделили. Есть USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Поддерживает печать со смартфонов через приложение Epson. Подача бумаги здесь нижняя. Открываем лоток и видим вот такую прекрасную пупырку. Это фиксатор, который делает открытие и закрытие лотка мягким и пружинистым. Если вы работаете с принтерами Epson, то, наверное, знаете, что этот производитель обычно не заморачивается над плавностью механизмов. Да, такое не влияет на работу принтеров, но просто не очень приятно. А здесь? Вмещается 150 листов офисной бумаги. Емкость выходного лотка составляет 30 листов. Максимальная плотность 90 граммов на квадратный метр. На фотобумаге не напечатаешь. Аппарат справится с конвертами и карточками. Для них есть специальные фиксаторы в лотке. Разрешение печати 1440 на 720 точек на дюйм. Довольно-таки невысокий показатель. Размер капли 3 пиколитра. Мы подумали, может быть, все-таки он печатает на фотобумаге. И решили проверить. Посмотрите, как круто получилось. Цвет получился насыщенным. Контуры передались четко. Классный результат как на матовой, так и на глянцевой бумаге. Помните, что злоупотреблять печатью фото на этом принтере не нужно. Ролики захвата рассчитаны на офисную бумагу. Поэтому постоянную фотопечать этот принтер не выдержит. С текстом справляется просто превосходно. Заявленные характеристики. 15 отпечатков за одну минуту. В режиме драфт до 32 листов в минуту. Выход первой страницы за 8 секунд. Мы засекали. У нас даже за 5 секунд. Просто робот. Посмотрите. Страницы вылетают. Одна за другой. И скоростью, и качеством печати мы довольны. Твердая пятерка. А теперь минутка разочарования. У М1120 нет дуплекса. Сначала мы обнаружили, что сзади снимается панель. Было очень похоже на модуль двусторонней печати. Но, увы, это предусмотрено, чтобы легко доставать застрявшую бумагу. Эх. Если вам нужна только черно-белая печать в больших количествах, то это отличный вариант. Выносливый, надежный. По скорости сопоставим с лазерным принтером, а заправлять его гораздо дешевле. М1120 нам понравился. А на этом у меня все. Заходите на оригиналом нет, мы точно знаем, какое устройство нужно именно вам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok